Такой мини-торширчик. Вот-вот ещё. Какая оригинальная красота. Ой. По дороге какой-то встретился магазинчик. Это копилка в виде чемодана. Побольше и поменьше. В общем, магазин большой. Можно, конечно, зависнуть, но мы этого делать не будем. Выходим. Вы знаете, да, знакомы с таким девайсом, что можно насыпать, а потом по нажатию кнопочки он тебе будет выдавать порционно тот продукт, который охота. Что там? А, Лара Чарши называется магазин. Они, в общем-то, сетевые и есть много где по Анталии. Пластик, посуда тут. люстры. Ну и всё-всё-всё-всё. О! Грандиозный фикус. Я не знаю, до какого там, до третьего этажа дома. Ну, что вы думаете, зашла ведь в чужой двор, думаю, не закидает меня помидорами. Потому что, посмотрите, какую красавицу увидела. Какого окраса. вот, надо же. Они тут в кумбочке все разных цветов. Ну, вот это, конечно, привлекло моё внимание своей окраской. Так, теперь надо же как-то выйти и продолжить свой путь дальше. Опа! Вот там по дороге мы шли. И сюда во двор я зашла. Подъезд дома. Так, выходим. И продолжаем свой путь дальше. Держим путь дальше. Во многих магазинчиках вот таких вот пошивочных матрасы нашиты, разные подушки для того, чтобы это всё бросать на балкон и на террасы и валяться на полу. Вот так вот коротать долгие летние месяцы. Ну, до конца сентября нас, конечно, будет жаришка радовать, а в октябре-то тоже. Но настоящая жара, конечно же, ещё не наступила. Ещё будет и пекло, и так дальше. Но уже подступает. Так, надо нам обогнать этого человека. Вот мы уже и дошли вот до этого хлопкого магазинчика, который в Кипезе. я уже его неоднократно показывала, поэтому кому интересно, конечно, может посетить его. жалко, вот цены не пишут. Ой, так приятненько, конечно. Ладно, пойду посмотрю тунику, вот эту беленькую. Супер. Супер. 560 лир. Вот так. Ну, супер. Боже, какое платье. Эх, без... Нет. 1250. В пол. Тоже хорошее. Так, всё-всё-всё. Идём, идём, идём. Дальше, дальше, дальше. Ой, а маечка-то, маечка. Побежали. Побежали. Кто вот это вот? Мальвы. Так, кто? Кто вот это? Что это? Гераньки. Гераньки. А, гераньки. Светёт. А вот что, замат? Ну, тоже что-то насадили. Картошка, видишь, что-то что-то? А-а-а. Ну, вон, посадили и заматана там. А-а-а, ну, там полтора куста каких-то. Ну, какая-то падалица эта, картофельная. У турков ещё идёт период завтрака. Раз выпечка не разобрана. Вот эти вот пироги неплохие. С фаршем они бывают, по-моему, с творогом тоже. Из тонкого-тонкого какого-то там теста они. Ну, вот. Короче говоря, начиночки бы побольше. И причём так раза в три побольше. Было бы вкуснее. Собачушка. Кому, наверное, не жарко, а может жарко. Хочу заострить ваше внимание. Вот такой вот... А там чай, что ли, вот называется. В Турции он продаётся везде и всюду. Просто я в ТикТоке наткнулась там, чтобы люди... Ой, а где это? Что это? Да везде. Вот. Магазин со специями, с орехами. И в Тахтакале так же бывает. Это считается зимним чаем. Там что-то шесть или семь специй разных присутствует. Прямо вот он... Ой, кричит этот... Ну, всё. От простуды. Очень эффективное средство при простуде. Ну, там один из ингредиентов гвоздика. Я её не переношу. Так бы, может быть... Вот эти кубики берёшь и... Бросаешь в стаканчик и завариваешь кипятком. Один или два по вашему вкусу. Как вам будет вкусно. И прям буквально две-три... Ну, вот опять другой магазин. И вот они стоят. Два-три кубика. И... Прямо хорошо. Эффективно ставить человека на ноги, можно так сказать. При простуде. Отличный чай. Я даже не слышала, что он там кричит. Чай. Чеснок. В общем, можно и прикупить когда-то этот чаёк. Хотя летом его и редко встретишь, потому что он как бы... Всё по сезону продаётся обычно. Ну, вот ещё... Ещё не весь распродали. Ну, какая интересная. Какая-то необычная. А-ля Ла Коста. Ага. Да, прямо... Всё, мы уже на месте, как вы поняли. Всё, никакого шоппинга воздалеки снимать не планирую. Ха-ха-ха-ха. Слышно, слишком... Только в минутах ты не помнишь, не закрывай. О, да. Ага. Фонтанчик. Ой, ветер просто при... Просто восхитителен. Просто восхитителен ветер, да? Ха-ха-ха-ха. О-о-о-о. Пока зелёный. Пойдём, пойдём, пойдём. Эх, чё, мы не успели, что ли? Кто сейчас поедет? Так. Ну, всё. Стоим! В общем, буду вам вещать из прекрасного Оздалека, не заводя вас в бутики, но уже показывая результат моих похождений. Опа! Что-то сегодня я сошла с ума. В общем, понравилось мне вот это кольцо. И решила, что оно мне жизненно необходимо. Всё началось с него. А до этого мне... Сейчас, секунду. Чтобы было вам понятнее, расстегнуло серёжки. Мне понравились вот эти серёжки. Кусеты, да? Как правильно назвать. Так же, как эти конверсы. Ха-ха-ха-ха. Ну, так вот. До этого я их видела в синем цвете. Я их хотела к платью. Но дальше хотела, дело не двинулось. А сегодня, смотрю, они в белом цвете, а синего нет. Ну, думаю, ну и ладно. Белые зато подойдут ко всему. И... Растилих уже не было. Понимаете, да, что их разобрали? Как моя душа заболела. Я решила, что непременно следует купить белые. И поэтому... Произошёл выбор вот с этими серёжками. Но, оказывается, там акция. Бери две вещи, а третий их подарок. Ну, подарок, естественно, по наименьшей цене. Поэтому я просто подобрала вот такие вот серёжечки. Миленькие, подвижные. Лёгкие. В общем, достаточно приятные. Ну и всё. Подарок был очень приятным. А началось всё вот здесь. Сейчас надену. Купила я всё это в Катоне. В общем, пойду, наверное, назад. Пусть мне там продавец чикнет вот эту пластмаску. Вуаля! Мне любезно уже отстригли пластмаску. И я просто безумно счастлива и рада. У меня сегодня 8 марта, плюс день рождения. Кстати, и мой, и Альмина. В общем, я к дню рождения Альмины подготовилась. Как вам колечко? Ну и остальные побрякушки чудесные мои. Оп-оп. В общем, рассказываю, в каком мы магазине, в Мави. И я увидела вот такую вещь. И я решила, что это мужская трикотажная какая-то вот, типа, вязаная футболка, я не знаю. Пока я стояла, удивлялась, что это за вещица, и уже какая-то мужская продавец подходит. И на ломаном русском мне говорит, что это платье. Платье женское. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. 600 лир это стоит. В общем, я считаю, что, конечно, это и до платья это далеко. Ну и на морскую рубаху не тянет. Что-то среднее. Удивилась я. Спасибо, Мави. Ну вот, те самые печенья, ради которых мы сюда ходим. Это миндальные. Тут сегодня прям такие загорелые они. А вот это вот кокосовые. Ну, кокосовых много. Килограмм стоит 180 лир, а этих... О, а миндальные 225. Я так понимаю, миндаль перемолот в муку, и вот без применения муки вот это вот все изготовлено. Ну, а если кто не знает из тех, кто живет в Турции про огурцы, вот эти вот самые вкусные. Похоже на маринованные, к которым мы привыкли. То есть не кислые, не пересоленые, очень вкусные. Ну, вот сколько-то там они стоят. Но теперь они есть в 101-м магазине бывают. И, по-моему, там 30 лир стоит. Ну, а вот те самые сливки, за которыми мы тоже ходим. Здесь 13 лир, а так, видите, 36 лир, 25, 24. Вот эти 17-45, но тут 18% жирности поменьше. Ну вот. По таким разным причинам мы сюда и ходим. Мы шагаем уже домой. И идем мимо красивого парка. Алиандры. И вот такие розовые, и там белые. И вот этот домик сейчас засниму. Помните его? Чего там интересного они еще понаделали? Сейчас увидим. Проходим то место, где раньше дочери снимали квартиру. Где мы жили, когда приехали. В кафе превращают этот дом. Ну или уже превратили. Это завлекаловка для ребятни, я так понимаю. Ага. Чай, кофе написано. Где рыба какая? О боже. Какая где рыба? Ну, где-то нашли. Какой-то мордень приспособили. Ну, траву бы мы скосили, было бы поуютней. А так-то площадь красивая, удобная. А, там вдалеке мужчины сидят, что-то там. Мой, там мой. Мой, там мой. Какая мойка, вот. Мужчина. Да ты что, вот мужчина себе, какая мойка. Человек там мойка. Кафешничают сидят, чаевничают. А это какую-то библиотеку буквально за полгода возвели. В самый солнцепёк возвращаемся. Там тенёчки были, а здесь уже не тенёчек. Идём домой, там уже именинница со школы пришла. Вся скачет довольная. Написала нам благодарность за обувки. Пойдём обниматься, целоваться. Ну вот она, Анна, наша именинница. Счастливая. Выображаешь? Да. Ну ладно, тебе можно. Ну давай, рассказывай, хвастай всё подарками, покупками. Сейчас, секунду. У меня новый компьютер. Да что вы. Мушка. Ага, самое главное, это мушка или компьютер? Компьютер. Ноутбук, да? Ну давай. Опа, светится? Да. Красотень. 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 Ну супер. 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 Ты довольна? Конечно. Всё? Больше нет подарков-то что ли? Есть. Давай показывай ещё. Что это за восхитительное чудо? Бабушка, дедушка купила. Ой, дай бог им здоровья, а. Это как называется-то вот это? Конверсы. Конверсы. Вот они. Те самые, которые очень хотелось, да? Да. Альмин, как тебе цвет? Цвет, цвет конверсов. Красиво. Красиво? Да. Были ещё белые и красные? Нет. Твои громче говори. Я это хотела. Да? Потом. А ты же в них сегодня ходила или нет? Ходила, но мы утирались. А. Потом платье. Да. И бабушка, дедушка купила. Какие молодцы они. Спортивная, да? Конверсом. Ты в нём ходила в школу? В комнате, да. Нет, в платье, в платье, да? Ага. И вот футболочка. И вот такой вот, да. Это вот так. Вперёд, назад. В общем, там 33 оборота. 33 оборота вокруг талии, да? Да. Что там тебе больше понравилось-то, футболка или платье? Я забыла. Футболка. Футболка. Футболка, да? А вчера ты так сказала? Ха-ха-ха-ха. Ну, вообще-то это не мама с папой подарили. А кто? Это бабаны с дедой, а это мамы. А, ясно. Ясно. Всё понятно. Приедут, нет бабаны с дедой. Сказали, нет, нет, да. Ну, ладно, на даче пусть там они балдеют. Ну, у тебя всё уже? Праздник закончился, нет? Нет. Нет? А когда? Да. Ну, вечером глянт придёт, и осень придёт. Повернись сюда, пожалуйста. Джан придёт там ещё. Ага. Все придёт. Понятно. То есть ещё ты ждёшь продолжение банкета, да? Да. Ну, ладно. Мы тебя очень любим. Ха-ха-ха. Спасибо. Спасибо. Спасибо.